Всем салютик, ребят, вы на канале Кексович. Салют, друзья, и мы сегодня играем в PetStory. Да, нам написали в комментариях поиграть в эту игру, и тем более тут недавно вышло обновление, новая концовочка с крокодилом. Давай, Кексович, пройдем ее. Ну давай попробуем, конечно, может такую собачку выбрать. Ребят, ну скажи, что ты похожа на меня. Ну если похожа, ставьте лайкосик. Ну, это да. Это по любасу. Ну если, конечно, не похожа, то тоже может поставить лайкосик. Ну что ж, Кексович, прыгаем в грузовичок. Сейчас нас с тобой повезут в приют для животных. Обалдеть вообще. Я не хочу в приют для животных, господи, ужас какой-то. Нормально, Кексович, там все будет хорошо. Все, мы все погрузились и нас повезли. Ура! Итак, вот наш приют для животных, Кексович. Видишь, ты оказался очень даже в приятном приюте. Это у нас Канела. Ну и здравствуй, Канела, что такая сипота? Ну да, она рассказывает там, что это приют, что тут, в общем-то, все неплохо, нормально все. Пойдем посмотрим, что тут пока надо рассказывать. Косточки, косточки мы хаваем, ребят. Я видел, там можно за них что-то купить. Да, там можно купить разные скины собачек, кошечек и там всякие даже одежду, шапки. Классно, короче, мне эта игра уже нравится. Мне тоже круто, Руди. Смотри, как тут классно. Тут даже есть вот такая площадка для собачек. Почему? У меня дома нет такой. Так, а что у нас тут Сьюзи стоит, тут это делает? Зависает в интернете. Ой, да посмотри, какой злобный пес. Ну да, он такой странный. Кексович, убери отсюда свою голову, а то он тебя откусит ее еще. Ну ладно тебе, Руди, смотри, я косточки нашел. О, подожди, здесь можно покушать, смотри. Круто, круто, все. Теперь мы знаем, как нам получать энергию. Ты замечательный, Руди. Смотри, как я могу, Руди, можешь так? Я знаю, Кексович, что ты так можешь. Так, к нам посетитель, к нам посетитель, говорит Сьюзи. Помните, будьте хорошими питомцами. Руди, смотри, это же бабуля. О, бабуля к нам пришла. Нехило, она так бегает, конечно, для бабули. Бабулечка сейчас, наверное, нас возьмет к себе домой, да? Да, здравствуйте, здравствуйте. Ее имя Гертруда, что ли? Но вы можете называть меня Грэнни. Ничего-то мне не Гертруда, не Грэнни, что-то мне очень нравятся эти имена, как бы. Кексович, не кусай бабулю. А то она тебя не возьмет, вот, да, вот, иди поешь. Вот, а то она тебя не возьмет домой, и все. Сейчас Сьюзи, наверное, будет предлагать собачек, кошечек. Да, она говорит, это Канелла, посмотрите. Вот она выходит, такая крутая Канелла, посмотрите, какая красотка. Ну, конечно, ее заберут, она какая, красивая. Она, короче, дружелюбная. А, она рассказывает, короче, наверное, про всех. Это Руди, ну, это вообще-то Кексович. Он любит Stranger and Drolls a lot. Че, я там люблю, не понял. Так, все, Google Play нам в помощь. Короче, Кексович, она сказала, что... Что я люблю, ну, точнее, ты, незнакомцев и забавляться. Че? Че она несет вообще? Это дезинформация какая-то. Ну, вот, короче, рассказывать дальше про наших супер-котиков, супер-собачек. Ну, это понятно все. А это слайсер, он очень агрессивный. Ну, пусть она его и забирает. Че, он зачем тут нужен вообще? Ну, короче, это все. Бабуля, выбирай животных. О, она выбирает всех Руди. Да, точно, она сказала, что берет всех. Сьюзи в шоке, вау. Бабуля, ты прикалываешься. Ну, да, смотрите, как мы все радуемся. Короче, все, грузи нас и поехали. Да, мои дорогие, мы едем домой. Ну, наконец-то, похаваем нормально. Бабуль, нам беляши, наверное, напечет, там нажарит. Все, поскакали, поскакали за бабулей. Да, машина крутая. Забегай. О, господи, Кексович. Крутенько, погнали. Так, ладно, мы в гостях у бабули. Ой, мы дома, дома. Она же уже усыновили, удочерили. Ох, нифига тут нехилые мышцы бегают у нее. Ну, да, такие норы огромные. О, смотри, Кексович. Да, да, конечно, по столу ходит Кексович. Я даже почему-то не удивлена. Не надо мне тут вот это вот говорить на меня так Руди. Конечно. Так, стрелочка. А, бабуля говорит, что нужно... А, в спальню, да, точно. Надо идти в спальню. Правильно, не покормила нас, зато спать надо сразу. Так. Я не понял, это голубь вообще обнаглел. А это Мисси, вот кошечка лежит, она тут живет, я так понимаю. Да, там какой-то борзый голубь за окном непонятный. Злостный какой-то. Да ну его. Давай лучше посмотрим, что тут есть интересненького. Так, бабуля наша пошла спать. Ну, так, хорошо, что мы будем делать теперь. Ну, короче, она говорит, каждую ночь, когда бабуля засыпает, сюда приходят кукра... Кукрачи какие-то. Гукол в помощь, гукол в переводчик. Это, короче, тараканы, Руди. И мы должны помочь убить их. Так вот, зачем мы ей нужны, чтобы убивать тараканов? Ну, хорошо, Кексович. Обалдеть, так эти норы были из-за тараканов, это их домики. Это какой-то кошмар, это какие-то мутанты, Руди. Ужас какой-то. Боже, фу, я так не люблю тараканов. Они такие огромные, фу, ребят. Кто тоже боится тараканов, ставьте лайк. Ребят, я как-то ночевала у подружки в гостях и наступила голой ногой на такого милого тараканчика. Это было ужасно. Господи, Руди, зачем ты такие ужасы рассказываешь? О чем мы тут косточки собираем? Мы должны и бежать убивать этих тараканчиков. Бабуля что-то спрашивает, она проснулась. Рапка проснулась, надо срочно в комнату идти. Да, Мистик говорит, что вернуться в комнату и спать. Спать, спать, спать. Так, а, вот сюда нажимаем. Все, мы спим. О, бабуля. Вон, смотри, этот голубь страшный до сих пор сидит и смотрит на нас в окно. Я не могу спать спокойно, когда на меня смотрит страшный голубь, Руди. Так, все, мы встали, все нормально. И, смотрите, этот голубь опять на нас наезжает. Я не знаю, Руди, он ошибается. Что он ржет над нами, я не понял. Он себя вообще в зеркало видел. Не знаю. Ну, чтобы преподать ему урок, говорит Канелла. Итак, ребят, мы его игнорим. Ну, как так, Руди. Мы должны ему пойти настучать по шапке. Нет, Кексович, нажимаем игнор. Все выбирают, вот потому что это обнова. Мне сказали выбрать, что мы должны проигнорить его. Все, голубь, иди отсюда. Мы с тобой не хотим связываться. Ну, ладно, вали отсюда. Оставайтесь здесь и смотрите. А, Канелла сейчас сама выйдет. Канелла сейчас сама с ним разберется. Ну, ну все, голубь, молись. Да, она, короче, пошла сама туда, а мы тут остались, Кексович. Какой противный голубь. Смотри, там обрушилась. И Канелла упала. И ее увез какой-то мусоровоз. Ну, конечно, мусоровоз это не лучшая идея. Туда куда падать? А ну, кто ее выбирал-то? Все, все, ребята, нашу Канеллу увезла. Мусоровозка, что нам делать? Да, что-что, Руди, искать ее, конечно. Короче, мы все компании решили найти нашу подругу, нашу Канеллу. Потому что она хорошиха. Да и вообще просто, наверное, хороший человек, ну, то есть этот. Так, все, мы выходим. Мы выходим, прыгаем сюда. И что нам делать дальше? Мистя говорит следовать за ней. Ну, давайте будем слушаться Мисте. Сейчас, наверное, будем прыгать в этот люк. Ну, я не хочу прыгать в люк, что-то. Все, открываем люк и падаем. Все, всем пока. Так, деваки. А, мы ищем сюда. Вау, мы оказались в какой-то канализации, да? Ну, тут вот похавать можно нормально. Смотри, тут что-то, это не канализация, Руди. Так, а что нам тут делать? Нужно найти выход. Тут, короче, надо вот что, запомнить эти рисуночки и идти в проходы, где они нарисованы, эти поочередности. Короче, понял? Ничего не понял, но очень интересно. Крестик, сердечко, лапка, треугольник, кружочек, стрелочка, пятиугольник. Крестик идем. Потом идем в сердечко. Потом идем, где лапка. Вон рисуночки, видите? Лапка заходим. Потом идем в треугольничек. Заходим. Так, кружочек. Стрелочка потом, по-моему. Да, потом стрелочка. Оп. И последний пятиугольник. Или шесть, сколько там. Все, отлично, мы нашли. Все, слава богу. Ну что, это больше никого нет, Руди? О, сейчас, наверное, мы выйдем и все тоже с нами выйдут. Выйдет, выйдут, господи. Да, Руди, ты права. Да-да-да, все правильно, все правильно. Так, здесь мы покушаем, Кексович. Обязательно надо покушать. Собидем косточки. Что-то уже надо. Так, о, посмотри, вон наша Корнелла проплывает с крысами. Капец какой-то. Куда наплывет ей Корнелла? Они написали, мы должны накормить короля. Кексович, кажется, ее хотят скормить королю. Ну, это как бы не очень хороший перспектив. Короче, что такое-то? Это крысы. Их надо мочить. Давай мочить, Руди. Так, давай, нажимаем. Куда тут? На Е, да? На И английскую. И все, мочим. Так, я ж надеюсь, нам потом дадут еще покушать, чтобы нашу энергию вернуть. Потому что крысы тоже нас ранят. А, мы убили крысы, хорошо. Так, прыгаем по коробочкам. И не забываем покушать. Это очень важно, Руди. Продолжаем сражаться с крысами. Выходите. Ух ты, да, они прям так ранят. Хорошо, Кексович, мы же можем продуть вообще. Все, готовы. Так, Мисси говорит, быстрее. Корнелла ждет нас. И тут, смотри, дощечка упала. Ну, круто, можно идти. Так, у нас тут снова крысы. Мочи, Руди, мочи их. Так, о, еда. Знаете, вот этот Корнелла Корнеллой, но обид по расписанию. А, ну-ка идите сюда, сейчас мы вас замочим быстренько. Давайте сюда мышки. Никто нам не помешает спасти крошиху Корнеллу. Так, еще косточки, какая-то дверь. Нет, нам туда нельзя. Куда оно можно? О, смотри, наверное, нам нужно прыгать сюда. Но мы сначала возьмем косточки, конечно же. Ну, это конечно. Там за эти косточки же можно купить скин какой-нибудь. Все, да, забираемся на эту доску и плывем. Да, вот мы красавцы. Стоим таки и ждем. Все, поплыли. Руди, а что так темно-то стало? Да, тут, конечно, не очень приятно плыть. Да, и воняет тут как-то. Вы слышите звуки, спрашивает Мисси? Это водопад. Короче, туда упадем. Вот что это были за звуки. А, мы улетели. О, о, где мы, где мы, смотри. Так, ну что, это крокодил Руди. Вот этот крокодильчик, такой миленький. Руди, я тут еду вижу, я, наверное, пойду поем. Да поешь. Короче, все, ребят, мы попали к боссу, крокодилу. Надо убегать от него. Пусть он там пока за ними гоняется. А давай ты пока покушаешь, Кекс? Да, господи, крокодильчик, не трогай меня, пожалуйста. Я хочу покушать, усидеть. О, вкусненько как. Его так штырит, смотри, как он катается. Я в детстве тоже так каталась. Я думаю, что мы выиграем крокодила этого. Чего он там сам с собой катается? А, подожди, смотри, вот сейчас он валяется. И сейчас мы должны, наверное, укусить его. Вот собачка укусила. И да, одна жизнь у него убралась. Осталось два сердечка, ну все понятно. Сначала, короче, он вот это вот гоняется, стреляет. За нами вот катается, прыгает. А потом он падает. Звездочки у него летают, и мы должны его укусить. Замечательно. Странный какой-то крокодил вообще. О, господи, ребятушки. Почему он со мной гоняется? Он меня убьет сейчас, Руди. Что делать? Вот, смотри, он сейчас стал падать, прыгать. То есть прыгать и падать. И он скоро ляжет и будет звездочки пускать. Вот, давай, давай, кусай, кусай его. Укусил? Готовчик. Сейчас будет последний кусь, Кексович. И мы тогда выиграем. Только, пожалуйста, не попадись. Это будет очень обидно, если мы сейчас умрем. Очень обидно. Все, Кексович, беги, он валяется. Скорее, сейчас ты укусишь его? Нет, подожди, пусть они бегут, сами кусают. Все, они его кусили. Ну ладно. Фух, говорит, Корнелла такая счастливая, что мы убили крокодильчика. Мы выиграли ободочек с ушками и кошачьими. Класс. Смотри, Кексович, мы разблокировали скин Корнеллы. Он редкий. Вот я знаю, что можно еще разблокировать скин крокодила, но мы его с собой не получили. Может быть, кому-то повезет. Ну, возможно, ребят, кто прошел эту концовочку, расскажите, какой скин вы получили. Так, это что за дядя? Доктор Фле какой-то говорит. Ненавидит он, короче, это все. Не беспокойся. Я там, короче, это нормально все будет, ему сказал. Переводчик от Бога. Спасибо вам, кошаки. Спасибо большое. Банда кошек. Я возвращаемся в лобби. Да, кстати, здесь можно брать по 500 косточек. Круто. И берите косточки. И тогда вот здесь можно купить всякие скины собачек. Всякую одежду для них. Украшения. Ну, короче, прикольно придумали. Вот. Ну, у нас с тобой пока 559 косточек. Давай, можно открыть что-нибудь. Да, тут всякие есть тоже редкие. Есть обычные. Давай, Кексович, откроем, что ли, с тобой боксик один. Да, это по 100. По 100 вот этих косточек. Так, нажимаем. Так, ну давай, выпадаем зверек какой-нибудь классный. О, ну вот такой вот собачка. Обычная собачка, белый скин. Вот, ну прикольный. Короче, а чтобы взять скин, нужно подойти сюда. Вот. И здесь мы можем выбрать. Смотри, вон наша Корнелла. Крутая. Давай сначала выберем, посмотрим вот эту собачку, которая нам выпала. Такой прикольный песик. Короче, это как ты, только вот другой окрас. Смотри, кому-то выпал скин крокодила. Ребят, круто. Наверное, надо опять эту игру пройти. Ну, вот именно с крокодилом, чтобы это получить всего. Вот она, красотка. Смотри, какая классная Кексович. Короче, буду теперь собирать эти косточки. Мне понравилась игра. Ребят, пишите, как вам эта игра. Играли ли вы в нее. Какой скин получили. Ну, а пока ставьте лайкосик. Подпишитесь, кто не подписан. С вами была Руди. Ну и Кексович тоже. Не уехали. Всем пока-пока. Пойдем, пройдем еще что-нибудь. Да пойдем, Руди.